Всем привет, друзья! Это Хаманев Ржищеве в Киевской области. Коттеджи для отдыха на высоком берегу Днепра, в 80 километрах от центра Киева. В предыдущем видео мы вам показывали, как мы приехали сюда, что здесь есть внутри коттеджного городка, а сегодня мы хотим прогуляться по окрестностям. Ржищев – это городок на берегу Днепра. До войны в нем жило 7 323 человека, так говорит Википедия. Это центральная часть Ржищева. Приехали посмотреть, как выглядит Ржищев. Что сразу бросается в глаза, так это то, что город просто утопает в зелени. Совсем небольшой городок, но очень аккуратный. Он расположен на холмах и между холмами есть лесные урочища, полностью заросшие зелеными деревьями. Это древняя земля народов так называемой Трипольской цивилизации. Ученые считают, что Трипольская культура существовала здесь еще 5500 лет назад и закончила свое существование где-то за 750 лет до Рождества Христова, то есть до нашей эры. Мы здесь, как обычно, не ради музеев и достопримечательностей. Мы приехали всего на сутки и все, что у нас есть, это спонтанные впечатления, которыми мы хотим с вами поделиться. Вкусно? Угу. А этот чей завтрак? Мой. Вот этот тоже твой? Ладно, почти ладно. Не отпускает. Короче, она приносит. Дай лампу. Почему она далеку принесла? Потому что это хопит, она уже нет. Когда она далеку приносит, надо ее кидать и она на нее будет гоняться. Давай. Ну так, аначе хочет отпускать их. Потом звонит. Финсика сауна. Финская сауна. Правильно. Ты умеешь читать. Ого. Какой бассейн, да? Я могу сидеть. Я думал, ты перекинешься сейчас. Я хочу покупать. Достаешь до дна? Да. А, там не так глубоко. Конечно. А я тогда тоже просто покажу. Да, только носочки снимаю. Ну, конечно же. Вообще, только носочки. Ну что, мы идем сейчас к Днепру. Выходим через калитку у нашего дома. Обычно эти замки просто открываются. Вот, входим на дорожку. Сейчас ждем, пока все соберутся. А пока глянем. О, а здесь тоже, оказывается, тут из солнечных батарей навес. Тут повсюду автономное электричество, да? Мне кажется, идти надо в ту сторону. Походу, хочу посмотреть на соседние дома. Вот такие. А вниз дорога идет сюда. Вот это вот забор нашего отеля. Если это отель. Вообще, честно говоря, я не знаю. Это, наверное, отельный комплекс, так называется. Обычно. Но ресторана здесь нету, вот. Вижу дня вдалеке. Значит, мы правильно идем. Лада, посмотри. Посмотри, какой колодец живописный. Ну, это как в настоящем селе, да? Да, так это в настоящем селе. Мы попали в село. Кажется, здесь какое-то кладбище. Надеюсь, эта дорога мимо кладбища ведет нас к воде. А не просто на кладбище. Железные кресты. Лавочка такая. Представьте, как все здесь аутентично, по-настоящему сделано. А здесь вообще какой-то холм. И на нем просто как будто древнее какое-то сооружение. Мне кажется, это камень современный. Просто под трипольскую культуру сделанный, наверное. Уже мы почти подошли к воде. Так что мы выбрали самый быстрый и верный путь. Тут где-то есть, говорят, пляж, на котором можно купаться. Но нам пляж сейчас не нужен. Нам просто подойти к воде. Посмотреть на Днепр. Ой, красота отсюда открывается. Посмотрите. Красотища. Пейзаж. Картина маслом. Был бы художником, нарисовал бы. Сейчас заскочу. Вот это пнище. Представьте, метр в диаметре дерева было. Упало, видно. Я вот на одном куске таком стою от него. Все, прыгаю назад. А здесь кто-то когда-то поставил домик. Видно было. Зачем? Лодка там стоит впереди. Все, идем к воде. Я прыгаю. Оу. Фух. Какая-то решетка стоит на берегу. Видно, там хранили лодку раньше. Чтобы не украли. Или несколько лодок. Потому что здесь две железных бонзайки. Таких моторных лодки без моторов. Эх, помню я в детстве по пслу на такой лодке гонял когда-то. В сумах. В сумах. Ой, красотища, да? В сумах. Сумчане все говорят в сумах. Да, сумчане все говорят в сумах. Поэтому и я тоже сказал в сумах. А вообще по правилам языка нужно говорить в сумах. Ну, насколько я понимаю, вот если кладка тут лежит давно, то вода здесь совсем не ушла. Ни на грамм. Несмотря на то, что в Запорожье вода уходит очень стремительно из Днепра. Здесь на пути между Запорожьем и этим местом несколько плотин. Поэтому тут вода сохраняет свой уровень. Тут в принципе даже покупаться можно, но водоросли есть. Да? Есть желающие купаться? Уточка купается. Уточки тут живут просто. А вот можно сесть на вот эту моторку, вытолкать ее на воду, взять какую-то палку и покататься. Или вот на эту. Ага. Вот это был бы аттракцион. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Игорь Негода! Игорь Негода! это обзорная лавочка оказывается так поднимаешься снизу от реки устал присаживайся а тут красотища невероятно такой вид еще стоит вот это вот каменная баба идем по гуглу на центральный пляж через вот эти вот такие тропинки google нас будет водить я не уверен в том что google знает все тропинки здесь вроде как маршрут проложен должно быть все нормально каменный забор и дом под немецкий фахверк я правильно выговорил раньше я говорил пахверк один забор чего стоит круто вот красивый домик какой-то стоит на пригорке с хорошим видом на днепр вообще живописные места виды открываются просто обалденные а куда мне идти куда мне идти через четыреста пятьдесят метров направо ну вот мы вышли на центральный пляж ржищево цивилизация наблюдается мусорки есть вижу вот переодевалки вижу дорожку вижу из этого из деревянного настила и песок чистый ну-ка пройдем к воде людей немного хотя сегодня выходной день ну все-таки это же ржище в этаже не киев здесь людей и не должно быть очень много неплохо мне кажется здесь приятный вход в воду и вода так плюс-минус чистая в днепре всегда вода такая вот коричневатая на цвет поэтому для днепра это вообще отличная водичка и солнышко сегодня есть немножко хотя и чуть-чуть облаков но я сегодня не купаюсь потому что вчера купался в реке ерпень и у меня немножко болит горло перекупался поэтому мы идем сегодня искать какой-нибудь кафе попить чего-нибудь холодненького потому что жарко пока мы пришли 20 минут пешком до вот этого вот пляжа мы шли и вообще здесь мне понравилось не очень людно но очень уютно ну правда лестница конечно такая немножко стрёмно ноги можно сломать но все равно легче заходить чем просто по бетону так выходим прямо на трассу здесь какая-то детская площадка с батутом это похоже на кафе где мы возможно и попьем чего-нибудь какой-то нон-стоп оригинал мы будем охлаждаться вот мы вышли к речному вокзалу но он явно не работает какой-то он пустой и площадь вся пустая покоцанный асфальт я вижу здесь большую пристань тоже старую такую поросшую мхом но мне хочется на нее зайти здесь рыбаки сейчас сидят ловят рыбку и на тот берег можно заглянуть отсюда раньше по-видимому сюда причаливали катера этом берегу стоит какой-то ресторанчик наверное знаю плавучий на лодках люди плавают а наш отель наш отель находится вон там где-то возле тех куч вот где-то там точно не могу сориентироваться хотели съездить еще на смотровую площадку в ржище но по-моему дождь надвигается по прогнозу будет ливень она мурчит сытая наверно счастливая кошечка уже полдня сегодня такое вот исключительно красочное освещение говорят в киеве сейчас льет страшный ливень а здесь здесь солнышко и только вот на горизонте тучи синие то есть как тебе нравится здесь вообще очень нравится сочетание такого села то есть ты вроде как в отеле в то же время не в таком отеле где на голове сидят допустим 20 тысяч человек а ты же ездила куда-то в житомирскую область домик на домике музыка громко играет соседи здесь все же вроде как рядом домик да ну но такое не ощущает конечно может быть что хочет допустим танцев плясок и тут им делать нечего а вот так вот если ты хочешь отдохнуть семьей то есть все до мелочей все настолько мне это поражает просто до мелочей продумано все ты тут как дома но только дома гораздо наверно может и хуже потому что тут все таки думал у нас нету такой террасы нету такого вида нету бассейн друзья будучи в ржищеве мы не могли проехать мимо этого места не остановиться не показать вам это профессиональный лицей ржищевский и 22 марта 2023 года сюда прилетели российские шахеды несколько шахедов насколько я помню и разрушили вот это вот здание лицея а это общежитие и здесь погибло 9 человек тогда погибло представьте 9 мирных людей погибло вот в этих развалинах среди ночи и 20 человек получила тяжелейшие ранения ни с того ни с сего это возможно не все разрушения которые здесь есть возможно с той стороны еще надо зайти потому что это главный корпус общежития с той стороны но и так понятно и так видно что ужасные события здесь происходили и мы бы хотели чтобы люди видели что россияне делают с городами которые не находятся на линии фронта просто вот лицей в киевской области в ржищеве не знаю что им здесь нужно было зачем надо было пускать сюда эти шахеды что они хотели здесь разбомбить не знаю какие боеприпасы 9 человек убита представьте мирных людей возможно да возможно студентов просто проломила плиты ужасающие разрушения и мы не должны об этом забывать и россияне должны понимать почему мы сейчас к ним так относимся и 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дождь и до нас докатился к вечеру Дождь и до нас докатился к вечеру Дождь и до нас докатился к вечеру все друзья на этом мы с вами сегодня прощаемся желаем всем мира счастья хорошего настроения удачи всего самого лучшего подписывайтесь ставьте лайки пишите комментарии мы всегда с удовольствием читаем все ваши комментарии и на все отвечаем встретимся в следующих видео всем пока